вот мы приехали на пикник смотрите кругом такой лес мы рядом с кристиной стали и снимаем видео прикол ну я принципе не думала снимать но тут ребята говорят что будешь снимать нет два брата акробата спортсмены сережин брат приехал с украины смотрите ребята какой шашлык замутили все знают это вчерашняя наша красавица но для нас ты для нас ты уже чемпионка два раза народ все прибывает хочу сразу сказать что я готовлю теплый салат приехал со своими продуктами вот баклажаны перцы помидоры подержу на огне это будет теплый салат жду пока они приготовятся вот весь народ приехал мелочка наша с приездом как молодцы что приехали вот кристина с супругом это моя доча он занимается ориентированием вот вход пошли уже куриное филе куриные маринованные шашлычки как ты мариновал расскажи мариновали значит мы порезали кружочками лук посолили и поперчили чуть-чуть мы еще в майонезе в майонезе? да, да, в майонезе и обычно надо было добавлять минеральную воду да, если это вообще было классно ну, на любителя можно в соль вообще не кидать в майонез в салатах или салатах а какой эффект дает этот майонез мягче делает газировка газировка, я так точно не скажу но когда добавляли мясо мягче ставало, да? с газировкой с газировкой, да но газировки не было мы добавили белое вино о, ну тоже ха-ха, неплохо вот я вижу я свинину не ем просто это курица вот я курочку буду есть ну это именно по-украински сошлось ну, типа как традиционный шашлычок да, да как обычно мы все делали всегда не барбекю, а вот на шампурах ну на шампурах вообще отдельная история это вот не знаю такая ностальгия сразу по родине у меня дома тоже много шампуров я тоже иногда бывает но мне не нравится вот на газу надо у нас был вот этот вот как его мангал, который мы студентам отдали теперь я хочу новый купить опять на углях который на дровах не, не, не надо вот потому что на газу оказывается не так вкусно да сейчас развалится сейчас развалится этот он не вот приколь угу вот у Людки у нас Людочка у нас арбуз режет молодец Оля Брукман при работе Оля, кстати, на камере твоя куртец и таким цветом ярким смотрится курточка вот эта такая насыщенно-сиреневая да что ты делаешь, Оля? ну скажи я укроп режу с кинзой с кинзой мы сейчас сделаем и у нас будет салат да я как всегда сделала же это Люда итальянскую с нашим растительным маслом неравидимовым ага, сама сделала? да, сама смешала молодец мы сейчас тут быстренько так, хочу сказать такое место классное да как мы сейчас сказали умиротворенное умиротворенное с сосной я прямо вышла и вот запах леса но единственное я ехала и у меня такой страх был что сейчас комары будут сейчас я зайду и весь вот это прекрасное это с прошлого комары да, у меня испортится потому что не посидеть но ни одного комарика я каждый раз тут человек еле выживет блин в куртке какой комар? так, Жанна испекла на углях этот овощи синенькие теплый салат у нас будет ух ты красота какая ммм нями-нями айка смотри как чистая то надо вообще да горячая ух так сейчас я вам покажу как у нас двух видов шашлыки уже жарятся это свинина посредине курица овощи заканчивают я же видео делаю так секунда это люда это мама жена жена это юра это брат серёжа классно выглядят кстати курицу так сейчас я репортер это жанну жанну покажу она мне сегодня похоже на теннисистку жанна на мировую теннисистку короче одни спортсмены как красиво снимает кстати как вообще качество изумительное хочу сказать а никому не нравится на ю тубе что качество вот это нет ну вот сейчас она так ярко красиво почему-то иногда дан телефон снимать не очень ярко вещь я просто яркие люблю а конкурить делаем теплый салат после того как мы шкуру не нравится на ю тюбе до народа всегда мне кричат пусть приезжают и участвуют в живую а я сейчас вам показываю вообще спортсменов да да вот мне надоело смотреть я раз и приеду да кстати точно да наш кент да да традиционно хотя бы раз вы сказали что серёжа-то это муж вики-то вы хоть сказали что не спортсмены с украины Я вообще... Скажи, возьми у него интервью. Я сейчас вообще, я же Вику-то знала. Нет, мы все стесняемся, это все нормально. Первый раз? Это вот брат Сережи, это Юра. Один раз. У меня просто вообще... Два не система. Я так буду делать пока. Вот, и Сережа, и Вику-то мы... Вообще, знаете, я сейчас вам как скажу? Как я скажу? Оба спортсмены. Да, ведь я же Люду-то с Юрой-то год где-то знаю. И так интересно, когда общаешься с людьми, да, потом раз, у них смотришь, а у них такие дети большие. Мне когда Люда сказала, что у нее дети-то, это, спортсмены такие великие, я думаю, ну надо же, вроде бы женщина с Украины, а каких детей воспитала. Потом сказала, что у Вики муж тренер ее. А у них семья вся спортивная. И Сережа, да. Сама Мила же, что же, по-моему... Да, когда-то была, да. Недалека от спорта. Так таких результатов добились. А Сережа, он тренер Вики. Олимпийских чемпионов тренирует. Он профессиональный такой... А я вчера в этой Википедии читала про Вику. Ну ладно, чемпионов, не чемпионов. Да будет. Сережа, таких результатов добиться, это ты знаешь, не каждый может. Например, если это взять здесь, да, вот в штатах. Ага. Это один уровень. Если это брать в нашем, например, в нашем Советском Союзе, да, вот в постсоветском пространстве, то чуть по-другому все работает. Да? Да. Ведь у тебя сейчас есть опыт и там, и здесь, и ты вообще можешь это все сравнить. Здесь есть смысл. В постсоветском чуть он теряется. Так как здесь, тренируясь, показывая результаты, можно, например, получить стипендию на обучение в университете. А после университета, да, после окончания, найти хорошую работу, высокооплачиваемую. То у нас это все... Ты все, спортсмен, карьера заканчивается, и ты как бы потерян, получается, в жизни. Да, то есть университет закончил, не закончил, у нас все решают деньги. Ага. Можно не учиться, да, заплатить. Да ты что? А тут правильно можно быть и замужем. Вот Вика имеет двоих детей. Да. И отучилась, и работает, продолжает защищаться. И помимо этого, спорт в жизни всегда. Да. Ну, здесь, что удобно. Ну, хотя, вот, как показывает опыт, что из России, Украины, Белоруссии, во всех постсоветских пространствах, люди, которые знают об этом, занимаясь спортом, показывая результаты, поступают сюда, в университеты, получают хорошее образование. Потому что здесь это вообще оценится. И остаются здесь, или дальше работают в Европе, ну, вообще, по всему, даже у себя дома. Они намного, на порядок выше имеют социальность, знание языка очень огромное. Ага, нужно язык, конечно, да? Они могут во всех иностранных компаниях работать без проблем. И это совершенно другие деньги, чем не зная язык. Ну, называется как Татар. Да, так ты знаешь, вот ты сейчас сказала, я вспомнила. Мы когда с мужем тоже ездили через Окванд, что ли, и у него, ну, у него тоже родственники, все это, как, увлекаются спортом. И он и говорит, что, говорит, если ты вот спортсмен, то, говорит, ты, правда, здесь вот на три головы выше всех, тебя вообще и принимают бесплатно. Достижения спортсменов здесь ценятся. Так как, если спортсмен добивается результата, вообще, как человек, значит, он может не только в спорте, но и в работе. А, ну да, это формирование характера, ведь, да, как бы так, да, кстати. Да, да, да. То есть, это формирование человека, характера, да. Если он знает, как в спорте, он будет знать, как в работе. То есть, те же методы применять. Точно, кстати. Выносливость, да? И у него потом стал намного выше. Он сделает определенный объем работы, и он не устанет. Я, кстати, да, я об этом не думаю, это ведь правда. А то, что, когда многие заканчиваются спортом, лежат на диване, а потом подняться на девятый этаж и... Да. Раньше можно было 10 раз забежать, сбежать и ничего. Да. Ты бы в память, что бы сделала? Кто знает или кто понимает, тот продолжает поддерживать себя. Ну, знаешь, Сережа, вот вообще, как бы, зарплаты тренеров вот в Украине, как бы, маленькие, да? В Украине, там, в России, не знаю, возможно, больше, говорят. Слушай, вот такого нету? Слеп, хлеп есть. Ну, достойно, как бы, вот так вот жить, там, трудно уже, да? Как мы почистили и порубили весь салат, добавили очень много зеленого лука, вот. Вот. И целый пучок, целый пучок петрушки. Петрушка, да? И, конечно, чеснок, галлик. И вот это вот в массу теперь заправим оливковым маслом. И самый важный ингредиент – это бальзамический уксус. Без бальзамического уксуса этот салат не работает. Да. Слушай, как красиво такое прямо. Посолили, все. Теперь готово. Идем к столу. Давайте. Ложка есть какая-то большая, чтобы туда поставить? Что связано с Советским Союзом, у нас чуть другая система. Здесь идет школьная, студенческая, а потом только профессионал. И профессионал – человек получает деньги от спонсоров, а у нас получает от государства. А, ну это и маленькие деньги, да. Они упираются там на сборы, питание. И только он на этом сидит. Приветик. Настя приехала. Лично. А, спасибо. Лично. Почему паузы? А? Почему опаздывай? Когда ехали, когда ехали, если у нас с работы приедут. А, Стивен приехал. Все время. Да, вот это моя визитная карточка. Имейте в виду, на меня не рассчитывайте никогда. Я всегда опаздываю. Да, я так и сказала. Я уже к этому привыкла. Мы тут снимаем. Так, у нас начинается трапеза. Вот он мой салат. Вот. Вот это Кристинин салат. Вот это наша курочка. Это значит, наверное, хорошая салат. Да, так стильно ты сегодня. И все снимают такие, а мы едим. А мы будем есть. Вот это вот свинина. Мужчины все-таки готовят мясо лучше, чем женщины. Я абсолютно согласна. Среди нас новенький. Среди нас новенький. Да, новенький. Хай, Норман. Ха-ха-ха-ха. С двухторого. Это Люри Милин. Его. Милос Бойсман. Милос Бойсман. Такие красивые. Вот шашлык из рук вот этих здоровых, красивых людей, братьев. У нас еще есть сестры Зайцевы. У нас еще вон маленькая кнопка есть. Все унисают. Люсик красный. И лопатка. Очень вкусно. Это беточное мясо. Девочки, садитесь туда. Вот я Люду, когда увидела. Я на полотенце. Первую Люду, да? Тебя. Сереж. Сереж. Я такая, думаю. Красивая женщина в Украине. Ну, как бы вот так, пока не знаешь, да? Потом начала с тобой ближе знакомиться. Так это тост? Это что? Это тост. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Извиняй. 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 Потом, думаю, надо же, какое интересное. Она мне сказало, что двое детей, вот, приехали с мужем, выиграли. Какие интересные судьбы, какие сильные. Хорошо. Потом, сегодня, вчера, я увидела Вику. Вика, тебя увидели. И он мне, знаешь, такое, когда я думала, как такое, таких детей, красивых. Да, 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 да. Ну, в том плане, чтобы он, когда знаешь, просто человека не видишь, знаешь, детей, кажется. А то у тебя дочка как будто не красавица. Своих-то ты уже не видишь, как бы, и у тебя сына я увидела, ты-то его тоже уже видишь. Сегодня я увидела мужа у Вики. Какая красивая семья. Спасибо, что вы нас пригласили сюда. Муж, садись. У меня тут столько... А внук и внучка видели? Это же вообще... А внук и внучка, это вообще особые. Садись. Сережа, главное, не останавливайтесь. Муж, я стоя. Да? Пока-пока. Если все удобно. Не надо. Против? Я не против, но не так быстро. В гонске ты ничего не слышал. Нет, когда крепкие семьи, дети нужны, и все. В общем, за вас спасибо, что вы нас собрали. Такая вкусная семья, а мы не все вкусная семья. Окей, давайте. За семью рыбалку! За все. За семью рыбалку. А Юра наш тоже наша семья. Юра-то... Молодец. Яска, ты там садись, садись, место. Место есть, просто я рассолаником. Спасибо. А как все, да? Могут за одним столом собираться. Вот главный гость. Украинцы. И вообще... А ты знаешь, что я, когда у меня рикта зашла, мы сидели там, что вообще казахи? Конечно. Американцы. Даже казахка есть. Потерянная. Потерянная. Найденная. Как сокровищ. Найденная. Киевляночка. И все... А я кто? Одноклассница. Киевляночка. 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 А куда мне? Быстренько. 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 Да. И быстро. А ты видела, как я вас охраню? Конкретно. Слово предоставляется нашему гостю из Украины. Да, я знаю, что... Вообще, любое... Блонский. 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 Предоставляется слово гостю из Украины. Послушай, пожалуйста, что брат тебе скажет. Пожелай ему. Мои уши. Тихо. Молчи. Очень приятно с этим познакомиться. Очень рад, что... Ну, так как я человек из Украины. И здесь видеть людей, которые, да, с Россией, Казахстаном. Да. Интернациональный стол. Да. Интернациональный стол. Мы дружны, как прежде. Все радостные, довольные. И уже не голодные. Уже не голодные. Да. Благодаря тебе, кстати, и Сереже. Угу. И все любим друг друга, да? Благодаря всем. Да. Что все. Очень приятно, что вы собираетесь вот так вот дружно. Это самое главное в жизни. И получаете от этого удовольствие. Мы без возраста есть. Да. Это самое... Как там говорится. Давайте хоть выпить что-то. Сиди, сиди, сиди. За все хорошее. За встречу друзей. За встречу друзей. Тут нету него... Чин-чин-чин. Чин-чин-чин. Настя. Чирш. Я приобрели. Кстати, Яся из Канады прилетела. Ты из Украины. Это с Россией люди. С Урала. С Урала. С Урала. Можно сказать, с Кореи, с Турцией. А то всюду она прилетела. Ты не греш. Ты не греш. Возраст... Возраст нет вообще. Да. У нас три человека. Но мы не знали друг друга. Да. Так funny. Настя, она пришла. Жаннен тёплый салат. Это что-то не у меня. Я пока Юра не приехала. А вот прямо здесь приготовили вот пока. Пока не остыла, ешьте. Да. На здоровье. У нас интернация только что. Да. Это очень приятная вещь. Газ там всё. Я вообще думаю... Это уже пропаганда. Вот, кстати, приготовили гамбургер себе. Из индюшатины. Ого. Уже лежат. Ждут. Мы прилетим. Ютуба зрители не слышали, что лежит на почте. Гринкарт. Ура! Сколько лет вы шли к ней? Сколько лет вы шли к ней? 2010-го. Это мы вдвоём. Уже двоих детей поражали. Да. С того тысячелетия называется. Двое детей американцы, а родителей никто. А родители вообще... А Вика с 99-го начала. Да, очень сильно. Ну, это её уже вторая Гринкарта. Первая. Ребята, за вас. Поздравляю. Я так рада. Новые возможности. Это именно те люди, которые... За новых граждан Америки. За граждане через пять лет. Это именно те люди, которые заслужили быть достойными членами ученики. Да, молодцы. Заслужили ещё как. Гринкарт. То есть гринкарт. И мой брат тоже. А, ребят. Да, дабл. 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 Нет, ты не был брат. Так, слово предоставляется Норману. Он новый в нашей компании. И он хочет что-то всем пожелать. Вы готовы? У всех всё есть? Ольга Брукман, у тебя всё есть? У меня всё есть. Окей. Убираю её. Жанна. Сергей. Гость из Канады. У нас тихий сегодня. И я с безалкогольным пивом. И кормящая мать. Да. Так, всё хорошо. Тост, тост, тост. Это будет короткий. Это будет короткий. Окей. Я рада, чтобы быть новым членом этой нашей семьи. Я рада. Здравствуйте. И вамova. Спасибо большое. Пикник закончился. Я уже возвращаюсь домой с дочкой. одна из первых я уехала оттуда все остальные еще там вот я сегодня очень легко так оделась потому что у нас была такая жара я первый раз сюда ехала и не знала в принципе что за место думала жара будет еще одеяло прихватила с собой думаю сейчас будем загорать мы да не тут то было тут очень такой смотрите густой лес очень красиво чисто тихо безумно тихо что я замерзла хорошо что с собой взяла два пледа укрывалась потом девчонки давали мне фолстовки в общем день удался шашлычный сезон так сказать открыли все было замечательно все было замечательно спасибо семье рыбалка пример для подражания все мы очень любим эту семью умнички такие классные вообще молодцы я сейчас пропущу куча там машин за мной ну вот наелись конечно шашлыков было все очень вкусно вот теперь надеюсь что вообще у меня планы на в этом году грандиозные ну не то что грандиозные активно думаю организовывать эти вылазки на природу да хотя бы в парк вот здесь вот там где я живу там есть в тибуроне вот возле нас такие места красивые тихие чистые что можно даже мамам молодым у кого детки собраться и устраивать сэндвич пикники игры всякие играть вот ну в общем было бы желание можно придумать все что угодно вот у нас очень много деток есть знакомые с детками вот хочу вам сказать что на днях я познакомилась с одной молодой женщиной она с Армении армянская семья вот молодая армянская семья ей лет 33 вот они год назад оказывается выиграли грин карту и переехали в Калифорнию вот она живет по соседству со мной рядом совсем рядом вот 10 минут от моего дома наши дочки девочки наши да что у меня что ее дочка соклассницы учатся в одном классе это такое счастье теперь будем я уже ее позвала к себе в гости вот теперь очень надеюсь что у нас компания теперь еще будет армян армянка очень красивая очень хорошая девушка вот ну тут очень много велосипедистов ну вот такое ощущение будто вечер ну будто поздно хотя и на самом деле вечер но ну не настолько вот смотрите солнце светит вроде такая вот пригород вот это такой фейерфакс вот это вот местность где мы были вот это вот называется фейерфакс фейерфакс